Здравствуйте, уважаемые студенты первого курса. Мы с вами продолжаем цикл лекции по психологии. Сегодня уже четвертая лекция. Она посвящена следующей очень важной сфере психики. Это сфера личности. Поэтому мы сегодня с вами разберемся подробнее, что же такое личность и ее составляющие. Прежде всего, характер, темперамент. Поговорим об акцентуированных характерах. И вы видите название лекции «Анализ индивидуальных свойств личности в контексте эффективности профессиональной деятельности врача». План лекции. Первое – это рассмотрим, что же такое задатки, способности, их роль в профессиональной деятельности врача. Дальше поговорим об анализе и учете индивидуальных особенностей типов темперамента, характера, общих и специальных способностей и задатков в взаимосвязи для обеспечения эффективного взаимодействия врача с пациентом, его родственниками, коллегами, подчиненными и руководителем. Третий вопрос – это психологическая готовность к профессиональной медицинской деятельности, подходы к пониманию, объяснению развития, поведения и индивидуальных особенностей человека по осмолову, классификации теории личности. И также рассмотрим профессионально важные качества личности врача и в чем же суть компетентностного подхода. Итак, мы с вами на прошлых лекциях уже рассмотрели первый блок – что же такое психические процессы, второй блок – психические состояния. И сегодня будем рассматривать, что же такое психические свойства. Это и есть тема четвертой лекции. Также коснемся и социально-психологических явлений. Пятый блок. И что же из себя представляют психические свойства? Это индивидуально-типологические свойства личности. Сюда относятся задатки, способности, темперамент, характер, направленность личности, то есть потребности, мотивы, цель, качество личности и профессионально важные качества. Ключевым понятием, конечно же, этой темы является личность. И существует несколько определений, что же такое личность, как наиболее важные и существенные черты человека, помогающие лучше понять его поступки. Личность – это то, что определяет индивидуальность человека, доминирующие черты характера, темперамента, преобладающие мотивы, направленность личности, то есть то, что приобретает человек в процессе воспитания и обучения. Также личность – это привычки человека, его отношения к себе, другим людям, явлениям и вещам. Личность – это и социальные роли, которые берет на себя личность. То есть каждый из нас, например, является сыном или дочерью, братом или сестрой, внуком или внучкой, другом. Вы сейчас еще взяли на себя роль студента, были школьниками и так далее. То есть это все социальные роли, которые берет на себя личность в жизни на разных этапах своего развития и своей жизни. Таким образом, личность – достаточно разноплановое понятие. И вы уже поняли, что все эти характеристики, они как бы дополняют друг друга и определяют, что же такое личность. И теперь немножечко познакомимся с теми понятиями, которые вам нужно хорошо знать. И они вам встретятся и на заключительном тестовом контроле по дисциплине психологии-педагогика и также по психологии. Когда рождается ребенок, он имеет лишь наследуемые качества, качества, которые биологически передаются прежде всего от родителей ребенку. И поэтому он называется индивид. Это еще не личность. Личность – это социальное психологическое образование. Поэтому только с взрослением, социализацией начинает формироваться уже личность у ребенка. Конечно, это сразу после рождения происходит. Но личностью уже становится. Вы сейчас увидите и высказывания известных психологов, ученых. Ну, а вот по этому слайду мы дальше видим, что личность уже переходит в индивидуальность. То есть, еще раз, индивид – это еще не личность, это лишь биологические составляющие личности. Личность – это уже и биологические, и социальные основы. И уже когда человек приобретает и шлифует по жизни свои индивидуальные особенности личности, он становится индивидуальностью, то есть не похожим ни на кого из других членов общества, ни на какую другую личность. И вот как раз по высказыванию известного отечественного ученого-психолога Осмолова «Индивидам рождаются, личностью становятся, а индивидуальность осваивают». То есть, конечно, у всех есть индивидуально-психологические особенности, но все-таки, чтобы стать индивидуальностью в обществе, это нужно доказать, это нужно отстоять. И почему же люди отличаются друг от друга? Теперь становится понятным, что в основе личности лежат как врожденные, так и унаследованные предрасположенности. И как раз влияет и среда, и воспитание на этот процесс. И мы с вами отдельно уже будем говорить на практических занятиях о влиянии воспитания, тем более дисгармоничных типов воспитания на формирование характера и личности. И поэтому вы видите, что может быть равносторонний треугольник, когда одинаковое влияние среды и воспитания и врожденных биологических основ личности, которые передаются ребенку по наследству с рождения. Но может быть отклонение и в разные стороны. Или среда больше будет влиять, или воспитание прежде всего в семье родителями. И рассмотрим, что же такое среда как раз в рамках пятого блока «Социально-психологические явления». Семья определяется и как система воспитания, и, конечно, определяет во многом социальный статус, профессию ребенка и будущего взрослого. И также влияют на закономерности возникновения, функционирования психики, еще такие социальные факторы, как референтные лица, группы. То есть то значимое для человека окружение. Например, начиная с первых лет жизни, будет ли ходить, например, в детские ясли, в детский сад, будет ли посещать какую-то частную или общую образовательную школу, и затем, может быть, заниматься каким-то еще развитием интеллектуальным или физическим, в какой вуз поступит. То есть вот то социально значимое окружение. Ну и, конечно, растет ли в семье или в каких-то других условиях, и будет уже другое окружение. То есть это все референтные лица и группы. Ну и, конечно, играет значимую роль национальность, принадлежность к религии, культура, ценности. У каждого народа могут быть свои. И это и есть социальные факторы, которые влияют на формирование личности в среде окружающей человека. И базу, конечно, составляют врожденные, унаследованные предрасположения, то есть наследственность. Врожденные, унаследованные предрасположения развиваются при воздействии, конечно же, внешних влияний. Это среда и воспитание, как вы видите из схемы в виде треугольников. Взаимодействие факторов может быть либо оптимальным, это как раз мы с вами и рассматривали, равносторонний треугольник, либо уже отклоняющимся в одну или в другую сторону, то есть с вершинами С1 и С2. Также возможно, что врожденная и унаследованная база недостаточно развивается как средой, так и воспитанием, и поэтому это уже будет не совсем равносторонний треугольник. Например, если человек воспитывается в приюте и в каких-то ограниченных условиях депривации, то, конечно, уже это будет серьезное влияние на формирование личности и характера. То есть схема демонстрирует, что ни один фактор не действует самостоятельно. Именно развитие личности – это результат развития согласованных и врожденных факторов, и унаследованных предрасположений. Рассмотрим, что же такое задатки в структуре личности. Задатки – это врожденные, устойчивые, анатомо-физиологические и психофизиологические особенности нервной системы, которые служат базой для формирования способностей. То есть это типологические свойства нервной системы, определяющие скорость образования временных нервных связей, их прочность, легкость дифференцировок. То есть таким образом задатки определяют и те способности, которые будут формироваться уже у ребенка. Поэтому вы видите, что на формирование способностей влияют следующие физиологические механизмы. Задатки взаимодействуют с условиями развития, то есть в каких условиях развивается психика и растет ребенок, уже от этого и будут зависеть способности. Поэтому способности обнаруживаются и развиваются только в деятельности, на основе задатков, конечно же, при благоприятных условиях. Существуют как общие способности, так и специальные способности, поэтому мы сейчас это рассмотрим на примере формирования профессиональных способностей врача. И вы видите, что базой, то есть основой равностороннего треугольника в этом примере, конечно же, являются задатки. С ними рождается ребенок. Потом у него начинают развиваться общие способности, то есть та адаптация к обществу, окружающей среде, которые уже развиваются в ходе воспитания, прежде всего, родителями в семье. И дальше уже начинают развиваться специальные способности, если, например, ребенок начинает уже, может быть, с детских лет интересоваться основами медицины, играя в доктора. И у него есть определенные наборы в игре для осуществления своих, и закрепления своих способностей. И затем уже могут развиваться групповые способности сначала в игре, а затем уже этот ребенок может ходить в специализированный медицинский класс, уже зная, что он хочет стать врачом и будет поступать в медицинский вуз. И когда он уже поступает в медицинский вуз, у него начинают формироваться профессиональные способности, то есть здесь уже учат конкретной профессии. И затем уже эти способности будут оттачиваться, как бы шлифоваться в ходе практической деятельности. И также известный отечественный ученый-психолог Андронов разрабатывал как раз задатки и способности в профессиональном выборе врача. И считается, что очень важны, прежде всего, индивидуальные качества, то есть задатки, основы темперамента, характера. И именно с определенным характером, с определенными особенностями темперамента выбирают, как правило, тот или иной вуз, ту или иную профессию для себя школьники. И дальше очень важна профессиональная мотивация для уже формирования и закрепления способностей, как раз и самосознание, и межличностные отношения в общении. То есть, например, если ребенок родился в семье, где родители врачи, то больше будет мотивация и самосознание, что он тоже хочет себя посвятить этой профессии. Также, конечно, большое влияние оказывает и высокая работоспособность, умение работать в условиях дефицита времени, быть устойчивым к стрессу, уметь преодолевать отрицательные эмоциональные состояния. То есть, это уже те способности, которые вырабатываются и в ходе обучения в медицинском вузе, и уже в ходе работы врачом. Именно вот такие способности и профессиональные важные качества важны для врача. И важно это знать, учитывать, чтобы уже отдавать тебе отчет, будете ли вы врачом определенной специальности. Может быть, очень сложно вам быть устойчивым к стрессу, и некоторые даже после окончания вуза занимаются или лабораторными исследованиями, или в медицинскую статистику уходят. То есть, это уже вам решать в ходе обучения в медицинской академии. И мы уже можем сделать промежуточные практические выводы на основе рассмотренного материала. Успешная деятельность врача определяется, конечно же, психологическими способностями следующими. Это высокий уровень коммуникативной компетентности, который реализуется в отношении пациентов, их родственников, а также медицинского персонала. То есть, общение играет очень важную роль. И по выражению также одного из известных психологов, врачей, если пациенту не стало легче после разговора с врачом, то это, значит, не очень хороший врач. Следующий вывод – независимость, автономность врача, его уверенность в собственных силах, устойчивость в различного рода ситуациях в сочетании с гибкостью, пластичностью поведения, в изменяющихся нестандартных профессиональных ситуациях. То есть, здесь, конечно, играет значительную роль и профессионализм. Поэтому, как вы будете учиться в медицинской академии, насколько вы хорошо будете усваивать практические навыки и умения, настолько вы будете и подготовлены уже к самостоятельной практической работе врачом, и вот эти, можно сказать, профессиональные важные качества будут вам необходимы. И следующий вывод – высокая степень устойчивости к стрессу, к эмоциональным информационным перегрузкам, наличие развитых механизмов адаптации и компенсации. В общем-то, тоже во многом это зависит от степени профессионализма. Это степень устойчивости к стрессу, к информационным эмоциональным перегрузкам. И рассмотрим теперь теории личности, которых немало. И вы видите тех учёные, которые разрабатывали и предложили разные теории личности. В целом, теория личности – это совокупность гипотез о природе, механизмах развития личности. Теория личности объясняет, прогнозирует поведение человека. И вы сейчас в этом убедитесь. То есть, вот несколько для примера теорий личности. Классический психоанализ, аналитическая теория личности, гуманистическая, когнитивная, деятельностная и теория развития личности. И вы видите основателей, учёных, которые разрабатывали эти теории. И, конечно, классический психоанализ разрабатывал Зигмунд Фрейд. И по его учению модель личности строится на поляризации двух начал. Бессознательных величин, норм, правил, законов общества. То есть, как бы, бессознательное и сознательное всегда вступают в определённые отношения между собой. И это влияет на формирование личности. Аналитическая теория, предложенная Юнгом, как раз в структуре личности, имеет индивидуальное своеобразие. То есть, соотношение отдельных свойств, архетипов, отдельных блоков бессознательного и сознательного. То есть, именно больше уже внимания уделяется индивидуальному своеобразию каждой личности. В гуманистической теории, предложенной Роджерсом, и потом разрабатывал Абрахам Маслоу эту теорию, здесь происходит как бы анализ двух состояний. Существует я реальная и я идеальная. И это и изучается в человеке. Но, допустим, для примера, если мы возьмём истероидный характер, личность с истероидными чертами, то я идеальная из-за завышенной самооценки, воспитания по типу кумира семьи, конечно, будет преобладать. И поэтому для таких людей важно внимание, демонстрация себя перед другими людьми, перед обществом. И важно уже как раз в работе с ними, в психокоррекции, им дать понять, что же из себя представляет я реальный, и выстроить равновесие между я реальным и я идеальным. И этим мы с вами, конечно, более подробно будем заниматься на третьем курсе, когда будет дисциплина «Медико-психологическое сопровождение пациентов в лечебно-профилактических учреждениях». Следующая теория когнитивная, предложенная Джорджем Келли, здесь считается, что главная функция человеческой психики – исследование реальности в целях прогнозирования будущего, контроля за поведением. То есть когниция – это мысли, и поэтому как человек мыслит, насколько он реально и ставит перед собой цели, и воспринимает окружающее, и объективно контролирует свое поведение в соответствии с этими мыслями. Вот это основа когнитивной теории. Деятельностная теория, предложенная Рубинштейном, Абульхановой и Славской, считает, что личность – это субъект жизненного пути, субъект деятельности, и поэтому происходит развитие на определенных возрастных этапах жизненного пути и благодаря определенной деятельности. И поэтому также мы с вами будем рассматривать ведущую деятельность на разных возрастных этапах развития личности и в целом психики, чтобы понять, что как раз и влияет на ее развитие. И следующая теория развития личности, предложенная Немовым, Мудриком, Осмоловым, считает, что факторы, влияющие на развитие личности – это основа рассмотрения в теории развития личности, и также важен процесс социализации в становлении личности. Важное понятие, как составляющая, характеристика личности – это темперамент. Считается, что темперамент – это динамическая характеристика психического процесса. По определению Ивана Петровича Павлова, темперамент – это самая общая характеристика каждого отдельного человека, самая общая характеристика его нервной системы, и это последняя кладет ту или иную печать на всю деятельность данного индивида. Поэтому можно темперамент определить как биологической основой личности, то есть темперамент передаётся по наследству вместе с особенностями нервной системы, с особенностями возбуждения, напряжения и быстроты реакции. И также сюда будут относиться и потребности, и инстинкты. То есть это всё биологические основы личности. Темпераменты различаются четыре основных по силе, слабости, равновешности, неравновешенности, инертности и подвижности. Меланхолик, например, он будет слабый, инертный и неуравновешенный. А холерик будет сильный, неуравновешенный и подвижный. Сангвиник уравновешенный, подвижный, но будет в нём инертность. И флегматик инертный, сильный и уравновешенный. То есть вот такие характеристики врождённых особенностей личности. И здесь вы уже как раз подробнее видите то, о чём мы с вами проговорили. То есть классификацию темпераментов на основе типов нервной деятельности по Павлову. Сангвиник – это ещё определяется как живой темперамент. То есть такой сильный, уравновешенный, подвижный. А флегматик – спокойный, сильный, уравновешенный, инертный. А холерик – сильный, неравновешенный, с преобладанием возбуждения. То есть такой безудержный тип. Ну и конечно меланхолик – слабый тип в целом по всем характеристикам. Также есть характеристика темпераментов и типов высшей нервной деятельности. По авторам Небылицын, Айзинг, Русалов. И вы видите, что сангвиник прежде всего это экстраверт, достаточно пластичный, устойчивый. А холерический темперамент – это с высокой, очень высокой скоростью и силой психических реакций и неустойчивый. А флегматический темперамент – прежде всего интроверт, ригидный, меланхолический. Интроверт, ригидный и очень неустойчивый. Большой вклад в рассмотрение темпераментов именно в контексте реакции пациента и врача на болезнь разрабатывала Грановская. И вы видите ее известные монографии, элементы практической психологии, психология в примерах. И поэтому, например, меланхолик, пациент со слабым типом нервной системы склонен к реакциям страха, сильным холерик, например, к гневу и ярости. То есть эти реакции в условиях стресса, то есть прежде всего заболевания, посещение врача или, может быть, госпитализация, могут только усиливать психосоматическую симптоматику. В этих случаях психологическая или психотерапевтическая консультация могут значительно помочь в ходе лечения. Сангвиник склонен, как правило, к положительным эмоциям. У него высокий порог чувствительности, поэтому он плохо различает или вообще не замечает очень слабых раздражителей, в том числе и незначительные признаки заболевания. То есть он может среагировать на это так. Ничего пройдет как бы само. А вот флегматик склонен затягивать обращение к врачу или даже совсем не обращаться. И с ним бывает трудно общаться врачу, он вообще трудно сходится с людьми. Сложно им обращаться, тем более к незнакомому врачу, подробно рассказывать о своем состоянии здоровья и своих проблемах. Поэтому как раз вот врачу и важно учитывать эти особенности темперамента, их отношения к своему состоянию здоровья и в состоянии болезни, как с ними эффективнее общаться. Врач не может избежать влияния на решение профессиональных задач, собственного темперамента, потому что мы с вами уже сказали, это наследуемая характеристика личности. И непонимание, определяющее влияние темперамента на стиль, темп взаимодействия, нередко служит источником раздражения. Поэтому, например, врач сангвиник, а пациент флегматик, без понимания психологических особенностей и своих, и пациента, весьма вероятно, что врач будет раздражать медлительность пациента. Но те же качества своего коллеги флегматика он будет воспринимать как надежность, уравновешенность. То есть важно подчеркнуть, что расхождение уровня притязания, уровня реальных возможностей у меланхолика, флегматика меньше, чем у сангвиника и холерика. То есть они реалистичнее смотрят на себя и на свою деятельность. Темперамент врача в профессиональной деятельности рассматривал также известный ученый, психолог, клинический психолог Владимир Анатольевич Урываев в своих трудах по медицинской психологии. И он утверждает, что реакция врача на ситуацию может определяться как влиянием свойств нервной системы, так и являться следствием обучения и профессионального опыта. Например, высокая скорость реакции хирурга во время операции может явиться результатом тренировки о неврожденных свойствах. Нескореактивных врачей, флегматиков, меланхоликов характерны предпочтения ситуации, требующих от них меньших физиологических затрат, то есть более комфортных по психологическим и физиологическим критериям. То есть удобное место работы, хорошее отношение в коллективе, спокойные пациенты. Таким образом, мы видим, что на реакцию врача не только оказывают влияние врожденные свойства, то есть особенности темперамента, но и, конечно, те выработанные навыки, профессиональные умения и полученные знания, которые уже приобретаются в ходе обучения и практической деятельности. Для высокореактивных темпераментов сангвиников, холериков оптимальная стратегия связана со снижением возбуждения за счет избегания чрезмерной стимуляции, то есть избегания сложных случаев, ситуации неопределенности, риска. Экспериментально доказано, что сангвиники и холерики проявляют меньшую сопротивляемость, когда условия и способы деятельности реагирования регламентированы и не допускают включения каких-то индивидуальных приемов. То есть для них важно, чтобы были разработаны инструкции, стандарты лечения, и поэтому они будут их придерживаться. Такие врачи любят разнообразить свою работу, либо совмещая работу в стационаре и в поликлинике, либо разные места работы, либо разные специализации. Врачи-флегматики, наоборот, более продуктивны в условиях строгой регламентации. Они редко меняют работы, виды, методы лечения и пациентов. В нормальных условиях темперамент проявляется только в особенностях индивидуального стиля, не определяя результативность деятельности. А в экстремальных условиях, например, операций, каких-то сложных случаев у пациента, несчастных случаях, летальных исходов, конфликтов с пациентами, коллегами, администрации, влияние темперамента на эффективность деятельности усиливается. Заученные формы поведения становятся уже неэффективными и требуется дополнительная энергетическая мобилизация организма. Взаимодействие врача с пациентом важно, конечно, осуществлять с учетом темперамента. Врач не может подбирать себе пациентов по типу темперамента дополнительно к своему, но знать и видеть эти особенности, а также контролировать свои эмоции, конкретно реагировать на проявление темперамента пациента врач обязан. Поэтому вы теперь понимаете, насколько важно разбираться в особенностях темперамента и уметь определять особенности темперамента не только у себя, у своего ближайшего окружения, а затем уже и у пациентов. Врач может учесть особенности пациента в лечении. Например, сангвиника нужно включать в лечение, поощрять его усилия. А флегматика надо заинтересовать лечением. Нельзя резко переключать его на новые методы лечения, незнакомые препараты. Необходимо соблюдать постепенность. А в отношении меланхолика недопустима не только грубость, но даже и ирония и невнимание к нему. А холерику стоит указать энергично на нарушение им рекомендованных мер лечения. То есть, так как он может отходить от этих рекомендованных мер лечения, поэтому нужно не стесняться это все проговаривать. И следующее понятие, которое определяет особенности личности – это характер. В переводе с греческого характер – это примета, отличительная черта, знак. Это структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений, поведения личности. Когда говорят о характере, то обычно подразумевают под этим именно такую совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают определенную печать на ее проявление. Поэтому иногда характер определяют как печать, клеймо, именно характерное для данной личности. Черты характера составляют существенные свойства человека, которые определяют тот или иной образ поведения и образ жизни человека. Таким образом, характер считается психологами примерно наполовину имеет врожденные характеристики, то есть темперамент будет определять особенности характера, как бы входить в его структуру как ядро, центральные устойчивые черты, то есть наследуемые, врожденные, а примерно наполовину характер формируются в ходе воспитания, взросления, формирования не только личности, но и психики в целом. Поэтому вот на схеме вы видите периферии, это лоббильные черты характера, которые как раз воспитываются, формируются в ходе взросления и являются социальными чертами характера. Устойчивые черты характера, ядро, разделяются условно на четыре группы черт характера. То есть первая группа – это отношение человека к другим людям, и это общительность, чуткость или отзывчивость, уважение к другим людям и противоположные черты, наоборот, замкнутость, черт, то есть грубость, презрение к людям. А вторая группа – это черты, показывающие отношение человека к труду, к своему делу. Сюда входят трудолюбие, аккуратность, склонность к творчеству, добросовестность в работе, ответственное отношение к делу, инициативность, настойчивость. И противоположные черты – это лень, склонность к рутинной работе, недобросовестность в работе, безответственное отношение к делу, пассивность. Третья группа черт характера – это черты, которые показывают, как человек относится к самому себе, то есть чувство собственного достоинства, правильное понимание своей гордости и связанное с этим самокритичность, скромность или противоположные этому черты. Например, тщеславие, завышенное самомнение, заносчивость, обидчивость, застенчивость, эгоцентризм, то есть повышенное внимание к себе и выставление своего «я» на показ. И эгоизм, как склонность, заботиться преимущественно о своем личном благе. И четвертая группа черт характера – это черты, которые характеризуют отношение человека к вещам. Опрятность или неряшливость, бережливое или халатное обращение к вещам. Таким образом, общие отношения к разным свойствам характера отражают эти четыре группы основных черт. Как человек относится к окружающим людям, как относится он к труду и своему делу, как он относится к самому себе и как он относится к вещам. Мы можем судить об особенностях характера и в целом личности этого человека. Важно знать, учитывать, что невозможно преодолеть отдельные недостатки характера, например, грубость или лживость, и воспитать отдельные положительные свойства, например, вежливость, правдивость, игнорируя центральные стержневые отношения личности. Нельзя формировать только определенные свойства, но целую систему взаимосвязанных свойств, обращая при этом основное внимание на формирование центральных стержневых отношений личности, а именно отношений к людям, коллективу, к труду. Поэтому в характере все взаимосвязано. Что унаследовано и является особенностями темперамента, и в каких условиях среды, и как воспитывали, какие ценности формировали у данного характера, у данной личности. И вы видите взаимосвязь темперамента и характера. От темперамента именно зависят динамические особенности проявления характера. Например, общительность у сангвиника, у флегматика это может проявляться по-разному. Темперамент влияет на развитие отдельных черт характера, то есть как бы способствует формированию определенных черт характера. В зависимости от типа темперамента ребенка необходимо использовать индивидуальные приемы воздействия на него и воспитания. Поэтому, учитывая, что передается по наследству, важно и воспитывать ребенка так, чтобы сформировались нужные свойства характера. Существует и обратная зависимость проявлений темперамента и от характера. Благодаря определенным чертам характера человек может сдерживать нежелательные при данных обстоятельствах проявления темперамента. То есть, если сумели воспитать определенные волевые процессы, то есть социальная сторона характера, они помогут уже и в тех проявлениях темперамента, которые передались этой личности по наследству. Следующее мы с вами рассматриваем новое для вас понятие, как акцентуация характера, то есть акцент. Акцентуация характера определяется как крайний вариант нормы, как результат усиления отдельных черт характера. Акцентуация характера при неблагоприятных обстоятельствах может перерасти в расстройство личности. Поэтому важно понять, что акцентуация характера – это краевой, крайний вариант нормы. Это не патология, это не диагноз. А вот уже расстройство личности – это диагноз. И, как правило, это уже удел психиатрии и расстройство личности еще называют психопатии. Это уже диагноз, это уже патология. Как понять акцентуация или расстройство уже личности у данного субъекта или пациента? Три основные характеристики расстройства личности – влияние на все сферы жизни человека. То есть при расстройстве личности дезадаптация будет проявляться везде у человека без влияния каких-либо серьезных раздражителей, серьезных стрессов, трудных жизненных ситуаций. Это может быть и в семье, рядом с близкими людьми, и в процессе учебы, работы, с друзьями в компании. Также следующая характеристика – это стабильность во времени. То есть это будет всегда проявляться одинаково. Стабильность ведь как раз и отражает определенные черты характера, темперамента. Поэтому вот у данной личности с ее особенностями это всегда будет стабильно проявляться. И во времени это имеется в виду, например, и в подростковом возрасте, как правило, уже начинают более явно демонстрировать подростки расстройство личности и в другие возрастные периоды. Ну и все это будет, конечно, проявляться в социальной дезадаптации в зависимости от особенностей расстройства личности. Есть, например, возбудимые типы расстройства личности. Они могут быть и агрессивными, а могут быть, наоборот, тормозимые. Они уходят в депрессию, апатию. То есть, конечно, более подробно вы об этом узнаете, будете знакомиться в курсе психиатрии. Таким образом, дальше на этом слайде вы видите тоже как бы расшифровку этих трех особенностей расстройства личности как патологии, как проявления уже психопатии. И я постаралась вам это объяснить. Большой вклад в разработку и типов акцентуированных характеров, и раньше это называлось акцентуацией личности, внес как раз Карл Леонгард. Он впервые и ввел это понятие акцентуации личности. Но затем уже наши отечественные ученые и Ганнушкин, и особенно Андрей Евгеньевич Личко, они уточнили, что все-таки не в целом личность акцентуированная, а характер конкретно имеет акцентуацию. Поэтому сейчас правильно говорить «Акцентуация характера». И здесь вы видите, что Андрей Евгеньевич Личко выпустил известную монографию «Тип акцентуации характера» и «Психопатия у подростков». Его как раз сфера интересов была и наркомания, психопатия у подростков. И он связывал это с влиянием среды, воспитания, ну и, конечно, особенностей характера. С этим материалом вы еще встретитесь и на третьем курсе в рамках дисциплины медико-психологическое сопровождение пациентов, а также на медицинской психологии и психиатрии уже на более старших курсах. Андрей Евгеньевич Личко писал, что введение понятия места наименьшего сопротивления или слабого звена характера, а также описание этих мест, применительных каждому типу, важный вклад в психологическую теорию характера. Он имеет также неоценимое практическое значение. Слабые места каждого характера надо знать, чтобы избегать неправильных шагов, излишних нагрузок, осложнений в семье и на работе, при воспитании детей, организации собственной жизни. Поэтому на практических занятиях вам будут предложены тесты для самодиагностики своих характеров, и вы условно узнаете свои сильные, слабые места. Конечно же, условно, потому что если правильно относиться к своим слабым местам, то они могут сыграть важную, значительную роль в вашем развитии. И Андрей Евгеньевич Личко предложил следующую характеристику акцентуации. Существуют гипертимный, дистимный, циклоидный, возбудимый, застревающий, педантичный, тревожный, эмотивный, демонстративный и экзальтированный характеры. Вы видите их небольшие характеристики. Гипертимия в переводе – это повышенное настроение, даже есть такой симптом и в психиатрии. Поэтому эти люди, как правило, оптимистичные, с желанием общаться, но и могут быть конфликтными, потому что хотят быть лидерами и требуют признания. Дистимный, то есть это наоборот, такой пессимист, избегающий контактов, достаточно замкнутый, и поэтому редко вступают в конфликты, потому что у них, образно говоря, и сил нет, чтобы конфликтовать. Циклоидный или цикличный имеет смену настроения, то есть может быть повышенное настроение, может быть, наоборот, сниженное, независимо ни от каких условий. То есть это особенности темперамента, особенности характера. Поэтому все это происходит, смена настроения, само собой, без внешних влияний. Возбудимый тип, как правило, с низкой контактностью, все угрюмый, неуживчивый в коллективе, достаточно склонный к конфликтам. Застревающий – это умеренно общительный, склонен к норовоучениям, обидчивый. И еще есть в другой классификации такой эпилептоидный тип характера. Вот как раз они очень схожи с застревающим. Педантичный, то есть добросовестный, аккуратный, серьезный в делах. И редко вступает в конфликты, потому что не любит вот этих споров и серьезно относится ко всему происходящему. А вот тревожный, с низкой контактностью, неуверенный в себе, но самокритичный, излишний. И в конфликте легче уступить, чтобы не затрачивать, опять же, энергию на конфликт. Эмотивный. Предпочитает общение в узком кругу, потому что очень чувствителен, раним и чрезмерно исполнителен. И, конечно, они будут редко вступать в конфликт, опять же, потому что у них достаточно развиты такие вот слабые черты характера и недостаточная энергия. А вот демонстративный, как раз это свойственно для истероидных личностей и характеров. Конечно, он достаточно контактный, стремится к лидерству, очень эгоистичен, лицемерен, конфликтен. И именно вот демонстративность показывает и отражает главную ценность этого характера. Им важно демонстрировать себя в обществе, среди другого окружения. Это их одна из главных ценностей. Экзальтированный. Высококонтактный, словоохотливый, внимательный к людям, но подвержен сиюминутным настроениям. Вот, может быть, вы и раньше слышали такое понятие, как экзальтация. И хорошо описаны особенности этих акцентуированных характеров учёным-психологам геницинским в профидектике курса общей психологии. Вот как раз он и описал, что астенические характеры включают в себя нарушение психостенического, невростенического, сенситивного вида. А дистемические объединяют гипертимный, гипотимный, циклоидный характеры, а также социопатические, включают в себя конформность, или наоборот, нонконформизм, и также параноидальные особенности. Ну, вот я немножечко поясню. Слово «конформность» наверняка вы уже слышали. Это понятие отражает, что человек как бы следует общепринятым нормам, правилам, склонен соглашаться с мнением окружающих, а нонконформист наоборот. А вот параноидальность – это когда присутствуют определённые идеи, может быть, не совсем понятные окружающим людям, и человек может застревать на этом. Это достаточно сильные характеры, но вступающие в конфликт с другими людьми, потому что склонны отстаивать свою точку зрения и даже навязывать её окружающим. И для них бывает важно достижение своего статуса в обществе, даже определённой должности, и поэтому они могут быть даже склонны, образно говоря, идти по головам, чтобы достичь своей цели. Вот это как бы такая основная характеристика параноидального характера. Ну и есть психопатические. То есть они наиболее склонны к формированию психопатий и других нарушений психики. И вы видите это даже из названий. Шизоидная. Вот и есть такой, например, диагноз шизофрения. Или эпилептоидная. И есть такой диагноз, как эпилепсия. Или истероидная. Также есть, например, и истерические неврозы, и даже истерические психозы. Тоже об этом вы будете более подробно уже говорить на дисциплине психиатрии. И вот Геницинский даёт следующие характеристики акцентуированным характером. Вы видите, чем отличается психостыник, нерешительностью, тревожной и мнительностью, ожиданием неблагоприятных событий, склонной к тревожности, самокопанию. И на первый план выступает именно нерешительность и стремление использовать, исполнить немедленно что-то задуманное. И поэтому им важно научиться тщательно планировать предстоящую деятельность, иметь хорошую осведомлённость, информированность о предстоящей деятельности. И также высокая компетентность – это как защита для них в социуме. Невростыник – это прежде всего характеризуется повышенной утомляемостью, раздражительностью, склонностью к эпохандрии, страхам, выязливости. То есть они очень эмоциональны, быстро утомляются при и физических, и умственных занятиях, и склонны к внезапным аффективным, то есть эмоциональным вспышкам. И поэтому даже по небольшому поводу может легко расплакаться. Вот это характеристики невростыника, то есть как бы слабого характера со слабой нервной системой. Сенситивные типы отличаются робостью, застенчивостью. То есть прежде всего сенситивы очень чувствительны, ранимы и предъявляют повышенные требования к себе, очень совестливые, поэтому они при любых обстоятельствах будут прежде всего обвинять в себя и задаваться вопросом, а что же я сделал не так. То есть важно очень это знать, чтобы относиться к ним очень терпимо и стараться как-то поддержать их самооценку, очень доброжелательно. И ведь сенситив, например, заболев, он не будет жаловаться. И поэтому насколько важно быть внимательным, близким людям, чтобы вовремя заметить симптомы начинающихся заболеваний и вовремя обратиться за помощью к врачу. Гипертимы, мы с вами уже сказали, это достаточно сильные характеры, всегда с повышенным настроением, поэтому они и склонны к даже авантюризму. Достаточно неаккуратные, могут быть необязательные, циничные. И, конечно же, еще вот их такая черта, что несмотря на их такой оптимизм, повышенную такую энергетику, они не всегда доводят дело до конца и легко могут оставить это дело, переключиться на другое, которое их больше эмоционально заинтересовало. Вот поэтому вот так сочетаются здесь условно сильные и слабые черты. Гипотим – противоположность, то есть гипотемия – это пониженное настроение, и поэтому это может сопровождаться и повышенной тревожностью, постоянным ожиданием, что что-то может случиться, и склонность к слезам, и чувстве вины. Вот поэтому здесь, конечно, будет преобладать пониженная энергетика, и такой человек постоянно нуждается в поддержке, как бы таком тонизирующем влиянии, вот и соблюдении режима жизнедеятельности. Ну и цикл этимичности, мы с вами уже сказали, здесь такая смена настроения повышенного и пониженного без конкретного влияния какой-либо ситуации. Поэтому здесь уже взаимодействие именно с учетом этих особенностей. Мы с вами уже сказали, вот именно и важно проводить диагностику, чтобы понимать особенности своего характера и уже понимая, адекватно относиться к тому, что происходит, и какие вы проявления, прежде всего, и у себя, и у своих окружающих, и затем у пациентов будете отмечать. Ну и конформизм, мы с вами уже говорили, это как бы вот отмечается низкая инициативность и приверженность к шаблонам, общепринятому. Сложно им переключиться на что-то новое, принять какие-то изменения и, например, в своей деятельности, и в обществе в целом. А вот нонконформизм – это, наоборот, потребность действовать вопреки установленным правилам. И поэтому они постоянно в поиске, и у них легко меняются и отношения к чему-либо, и впечатления. И также они склонны к праздному времяпрепровождению. А вот паранояльный характер отличается, конечно, и повышенной конфликтностью, и подозрительностью. И мы тоже, в общем-то, уже как бы о нём с вами говорили. У шизоидного характера на первом плане их вот облика – это, конечно, отчуждённость, то есть они малообщительность, малообщительность, замкнуты, и погружаются в свой внутренний мир своих интересов, своих мыслей. И считается, что как раз вот эта их замкнутость, отстранённость от общения с окружающими людьми помогает им сохранить зачастую достаточно богатый свой внутренний мир. Поэтому из них могут потом вырастать, как бы формироваться достаточно известные учёные, писатели, например, шахматисты, программисты, художники, да, то есть вот когда они заняты своим делом, которое не предусматривает общения с другими людьми. Ну и стероидный характер тоже мы с вами говорили. Самое главное ценность для них – это привлечение внимания к себе. Поэтому они достаточно демонстративны, артистичны. И, как правило, мы с вами уже говорили, что их воспитывали по типу кумира семьи, то есть всегда ими восторгались, всегда их хвалили. И поэтому они привыкли уже к такому отношению к себе и будут, конечно, требовать это от окружающих в любом обществе, да, и в разные периоды своей жизни. Эпилептоидный характер, склонность к тоскливому настроению и склонность к раздражительности, обидчивости – это как бы условно отрицательные черты. А вот к положительным можно отнести склонность к такой обстоятельности, то есть они, если за что-то берутся, то делают все правильно, хорошо и не любят, когда их торопят, потому что они очень тщательны, пунктуальны. И это достаточно благодарные будут, например, пациенты, потому что то, что им назначили, и хорошо детально объяснили, они будут все выполнять, и результаты лечения будут, конечно, положительные. И вот мы сейчас с вами как раз уже, может быть, более детально и рассмотрим отношения к здоровью представителей разных акцентуированных характеров, и поэтому вы уже понимаете, насколько важно разбираться в этих понятиях не только особенности темперамента характера, но если это еще и акцентуированный характер, то есть уже настолько преобладают те или иные черты в характере, что является он краевой нормой. Настолько вот они сильно заострены. И тогда, конечно, будет более наглядно уже и отношение к своему здоровью и возможному заболеванию. Вот по характеристикам данным нашими отечественными учеными, гидоси сугробовой, эпилептоидный акцентуированный характер относится к своему здоровью очень ответственно, организованно. Вот как я вам уже сказала, если ему правильно все объяснить, то он будет соблюдать все предписания врача, все будет выполнять и проходить все ежегодные диспансерные осмотры, делать все прививки, тем более сезонные. И единственное, что у них может быть, это допустим инфаркт, потому что они находятся в постоянном состоянии напряжения, стрессе и боятся за свое здоровье. Оно является для них главной ценностью и поэтому любое напряжение, связанное с теми людьми, которые имеют симптомы ОРВИ, допустим, или какие-то другие заболевания, это напряжение может забирать у них определенные силы, энергию и приводить уже к например, инфаркту, в основе которого нередко лежат эмоции страха. Паранояльный характер тоже может серьезно относиться к своему заболеванию, если ему объяснить все последствия этого заболевания. То есть, заболев, паранояльный характер сначала может игнорировать свои симптомы, даже ходить на работу или работать дома и принимать сослуживцев в больнице. Но если он поймет, что все настолько серьезно, что он может, например, стать инвалидом вследствие того же инфаркта миокарда, потому что у него прежде всего страх перед продвижением на работе, перед достижением каких-то должностей, и поэтому если он поймет, что его состояние здоровья может помешать этим достижениям, то он будет более тщательно уже соблюдать все предписания врача. Насколько важно как раз врачу уметь аргументировать и эффективно выстроить взаимоотношение с таким характером. И мы с вами более подробно будем об этом как раз говорить на третьем курсе. Истероидный характер мы с вами же говорили, что настолько демонстративный, настолько много энергии уходит на это привлечение внимания к себе, что самые разные могут быть симптомы у истероидного характера. И даже существует такой синдром Мюнхгаузена, когда они могут не выдумывая, а действительно проявлять симптомы самых разных заболеваний и верить в это. И поэтому склонность их к самовнушению как раз может усиливать проявление любой болезни. Насколько важно знать это врачу, чтобы уже определив характер у пациента, заподозрить, что это может быть не настоящее проявление истинного заболевания, а лишь проявление, связанное с характером акцентуированием и уже склонностью к определенным проявлениям симптомов. Гипертимный характер как правило не обращает внимания на свое здоровье и для них характерно высказывание что лечи 7 дней, что за неделю само пройдет и у них действительно есть те ресурсы, та энергетика хорошая, которая помогает справиться с заболеваниями. И хороший иммунитет также противостоит особенно сезонным простудным заболеваниям. И весь вред от них для тех, которым они будут еще это внушать. Но у другого человека могут быть другие особенности характера. Поэтому у них все само не пройдет. А вот шизоидные особенности характера мы с вами же говорили, что они наполовину сильные, наполовину слабые. Шизо, схизис это расщепление, раздвоение. Расщепление и раздвоение в эмоциональной сфере, в волевой и в том числе и в личности и в характере. Поэтому у них есть как сильные, так и слабые стороны. И вот слабые стороны они как раз будут способствовать снижению иммунитета и они будут склонны к сезонным простудным заболеваниям. Поэтому их можно как раз увидеть такими закутанными в особенно такие переходные времена года. Они всегда с шарфом, с поднятым воротникам такие теплолюбивые. Психостейники слабые люди. То есть даже вы видите астенизация психики. Психостейния астенизация психики. То есть у них сниженный иммунитет, слабые защитные силы, слабая энергетика. поэтому они очень склонны к разным заболеваниям и сезонным простудным и часто жалуются на плохой сон, плохой аппетит. Характеры с гипотимными особенностями тоже из-за преобладания отрицательных эмоций гипотимия. Это отрицательное настроение, пониженное настроение с преобладанием отрицательных эмоций. Склонны также к ипохондрии, тревожны, мнительны и очень беспокоятся за свое здоровье, за может быть наличие какой-то серьезной болезни у себя. Поэтому постоянно застревают на этих отрицательных эмоциях и это способствует еще большему снижению иммунитета и склонности к разным тем более вот таким заболеваниям в переходные сезонные периоды. Ну и сенситив мы с вами говорили очень чувствителен, очень раним, очень мнителен, тревожен и может оставаться своим заболеванием и заниматься самолечением и не ходить к врачу, не беспокоить зря окружающих. Поэтому вот очень важно вовремя помочь сенситиву, чтобы это не перешло уже в более серьезное заболевание. таким образом профессионализм врача складывается из профессионально важных качеств и из личностных качеств, из особенностей характера. И вот личностные качества мы с вами уже сказали, как и характер наполовину наследуются и наполовину воспитываются. Очень важно в какой среде, кем, как воспитывается ребенок и затем уже как формируются профессионально важные качества врача. То есть в каком вузе, в сопровождении каких специалистов происходит обучение и затем уже профессиональное совершенствование. то есть вот из этого и складывается уже профессионализм врача. Какие же наиболее может быть востребованы профессионально важные качества врача? Чего зависит успешность выполнения профессиональной деятельности? И вы видите прежде всего это высокий уровень развития внимания. То есть как именно волевой структуры психики. Именно над этим очень важно работать человеку, совершенствуя свою психику. Также очень важно развивать словесно-логическую долговременную память. И это помогает своевременно сориентироваться в оказании помощи и назначению лечения. Также очень важна и развитая моторика. прежде всего уметь делать руками, то есть те умения, навыки, которые в ходе практики формируются и закрепляются у студентов и затем уже у врачей. быстрота реакции. Это связано конечно и с опять же типами высшей нервной деятельности, с особенностями темперамента, характера, но и конечно с навыками, которые вырабатываются, то есть с теми социальными характеристиками личности и характера, о которых мы говорили. психоэмоциональная стабильность, способность переносить большие физические нагрузки, то есть это уже и эмоциональные и волевые сферы психики. И вербальные способности, то есть умение грамотно, доступно для пациента излагать свои мысли. Это опять же работа и совершенствование своей мыслительной сферы психики и работа над грамотной профессиональной речью. И важно воспитывать в себе такие качества личностные, как терпеливость и выдержанность, доброжелательность и приветливость, ответственность, аккуратность, тактичность, оптимистичность, внимательность, готовность в любое время оказать нуждающимся медицинскую помощь и бескорыстность. И на этом мы с вами заканчиваем четвертую тему лекции. Я вас благодарю за внимание. До свидания. Субтитры